Вот, пожалуйста, наши неработающие унитазы. Вот, пожалуйста, наше отсутствие воды. Ну и, соответственно, вечерняя наша процедура приема импровизированного душа заключается в том, что поскольку нет горячей воды, соответственно, здесь дико холодно. То есть сначала мы сюда приносим обогреватель, прогреваем помещение. Соответственно, потом мы наливаем, чтобы не стоять в холоднющей ванне, туда наливаем кипяченую, уже нагретую воду. Ну и, соответственно, вот, пожалуйста, наши тазы, ковшики. Так водные процедуры проходят в одном из подъездов дома на улице Адмирала Фадеева уже семь дней. Сама проблема зародилась немного раньше. Больше месяца жительницу осажденного Севастополя, живущую на втором этаже, начал заливать сосед сверху. Условия, признается Валентина Филипповна, стали невыносимыми. Вот видите, вот там капало, капало, утечет, то капает, то струя лежит. Но у меня все время стояло разное, то ведро, то чашка. Это невозможно. Ну, как комната пыток была. День и ночь, вот это вот течет уже полтора месяца. Сначала, рассказывает женщина, она пыталась достучаться до соседа. Безрезультатно. Дверь никто не открывал. Тогда Валентина Филипповна обратилась за помощью в управляющую компанию. Сотрудники УК Гагаринского района 2 способ устранить аварийную ситуацию нашли быстро. Решили проблему кардинально. Трубу, по которой поступала вода в подъезд, разъединили. И уехали. Скручены трубы и перекрыта вода. Все. А вы живите, как хотите. Без туалета, без ванной. Ну, ванная, как говорится, да, там потерпели немножко. Но без туалета, извините, туда надо каждый день. В управляющей компании пояснили, иначе поступить не могли. Для того, чтобы никто не спустился в подвал этого дома и самостоятельно вентиль не открыл, потому что в данной ситуации что будет? В данной ситуации опять зальет квартиру снизу. И следующие квартиры тоже. Вот. Для этого труба была разъединена, чтобы предотвратить возможную аварийную ситуацию. Разъединить трубы разъединили, но это временный выход. Для того, чтобы решить проблему, нужно попасть в проблемную квартиру. А это оказалось непросто. Хозяин, рассказывают соседи, человек своеобразный. К себе никого не пускает. Может быть агрессивным. Чтобы все же добраться до проблемы, пришлось обращаться за помощью к участковому. У вас вот это чекет по банкам. Или канализация, да. Да нет, нету у меня воды. Так нет. Вы топите, что включите. Нужно вам трубы отнимать. Надо посмотреть, что происходит. Пройдемте, у вас водопроводчик вас смотрит. А, у вас кто водопроводчик? Вот, я в смешку. Пойдем. Вот, пойдем. Да что, мы сейчас запустимся. Причина стала понятна почти сразу, как только гости вошли в жилище. Квартира полностью завалена мусором. Слесарю и водопроводчику пришлось разгребать отходы возле труб и унитаза. Видимость в квартире после захода солнца – нулевая. В квартире жуткая антисанитария. В ужасных условиях товарищ живет. Трубы местная разводка квартирная давно не ремонтировалась. Все течет, все прогнившее. Сегодня с утра ребята в АДСнике там работают. Опять участковому позвонили. Участковый пришел и совместными усилиями нам удалось уговорить товарища, собственника квартиры, пустить для проведения ремонтных работ. Трубы меняют уже хорошо. Значит, вода в ближайшее время вновь появится. А вот об антисанитарии в квартире гражданина управляющая компания планирует сообщить соцопеку. Иначе аварийные ситуации будут повторяться. Ельвина Зарипова, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.